всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев это онлайн турагентство и блог георгиев тревел я нахожусь в китае конкретно остров хайнань и бухта дадун хай я приехал в отель перл river garden 4 звезды да да те кто здесь уже был наверное его не узнают он глобально поменялся здесь делал полный ремонт до пандемии отельчик был так себе стоил достаточно высоко но он не блистал уже ничем а сейчас я таком мягком хорошем шоке он вообще полностью поменялся я реально сейчас пробежался по территории и вынужден сказать это очень классный отель пойдемте все покажу начнем конечно же с лобби и продолжим всей территории отеля здесь кстати появилась на мой взгляд достаточно много локаций которых не было и я думаю мы попробуем все это изучить и все увидеть в этом выпуске может быть что-то я пропущу вы на меня не обижайтесь если будете здесь обязательно сами приглядите вот так у нас включает вот такое лобби скажем это даже не ресепшн это лобби здесь есть как я понял club room в данной части отеля можно заказать различные услуги в отеле и не только вот здесь специально есть отдельная такая стойка здесь можно заказать разные сервисы для себя это и прогулки всевозможные и все остальное вот видите какой дизайн совершенно другой отель я если честно вообще не узнаю вот что значит из одного и того же места можно сделать совершенно разные отели а вот в этой части у нас находится детский клуб уже видно да на входе все очень свеженько вкусно пахнет большой простор все сделано в таком возительно на морском даже речном стиле углы везде такие скругленные давайте зайдем сигал room посреди такой детский клуб просто класс и виквам и стоят и есть чем поиграть богатая комнатка на игрушки так здесь идем дальше здесь у нас вот такие детские умывальнички смотрите как классно сделать до чтобы не мочить кофту круто так здесь у нас с вами такой музыкальный кабинет просто это музыка здесь танцуют того что здесь даже еще еще детей оставляют переночевать что это что же кроватки нас что это такое детские наверно нет ни кроватки ну-ка сейчас подойду посмотрю что ты прям уж удивился слушайте ну очень похоже на какие-то кроватки правда так надо этот вопрос изучить ладно в общем здесь я так понимаю раз стоит пианино музыкальный кабинет и двигаемся дальше какой большой детский клуб супер так а вот тут у нас еще игровая зона где-то играет не будем им мешать так здесь у нас еще друзья продолжение тут у нас да уж тут и конструкторы лего гигантская плазма слушайте я вообще не узнаю друзья это 4 звезды я только что недавно вам показывал южный китай никто говорил что он хороший я думаю теперь стало все понятно как 4 звезды 2 х и хорошие посмотрите я так понял здесь что-то мастерят потому что смотрите даже есть танки они учатся каким-то профессиям вот это да вот такого я еще не встречал вот правда же это же вообще просто сделать какой-то для подростков такой детский клуб с такими штуками что-то постучать подолбить попилить короче я в шоке я что-то уже даже заблудился в этом лабиринте здесь вот такая деревянная зона отдыха так а там еще что то есть так 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 а это что такое а как бы это не бассейны были просто еще не запущены ну или батуты нам очень похоже что это бассейны по что положено здесь дорожка не скорее всего очень похоже что это бассейны я так понимаю можете просто не запустили от или новый до его отремонтили за полностью ремонт закончен я точно ошибаюсь когда сказать может быть 20 или 21 год то скорее всего 21 был полностью закончен ремонт так здесь у нас уборные здесь для мальчика ну раз так все круто нужно и зайти сюда очень классно все для детей так что еще у нас есть это принять прикиньте это еще не все это у нас пеленальные представляете пеленальная а нет это кабинет врача доктор с доктора я думаю пеленально это кабинет врача представляете даже есть врач сразу в детском клубе есть врач ну короче я вообще просто вот честно сейчас не придумываю не выделываю с ней какие-то эмоции я просто в шоке реально вот так здесь у нас автоматики стоят здесь у нас такой вот дворец точнее крепость где можно тоже посетить очень много разных зон здесь уколки что-то тоже все с поделками связаны вот прям приучает к труду их красота здесь я видно шьют что-то что-то струнаряды различные да 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 шьют шьют ну вот возьмите да многие ательеры из других отелей особенно конечно из россии вот вот детский клуб вот эта тема так здесь у нас с вами стоит гигантский рояль крутяк я вообще очень доволен очень-очень боепланет такая детская планета здесь вот у нас еще одна такая зона и еще что ли то что сколько можно так не здесь уже кабинет все извиняюсь зашел кабинет рабочие здесь смотрите надо что-то можно приготовить стоит плитка духовочка что-то можно западе а здесь наверное повара точно и же что-то готовят эти фарточки слушать огонь мне очень нравится детский клуб такой очень нравится короче все если приезжать конечно семьей вот я теперь сто процентов скажу это классный суперский новый отель для семейного отдыха духа и все уже можно дальше никуда не ходить я думаю даже до номеров где вы будете еще приятнее удивлены но для семейного духа огонь кстати ремарочка данный отель управляется правительством китая поэтому еще поэтому наверное здесь все вот так вот заморочили сделали так далее то есть принадлежит он им насколько я знаю поэтому здесь немножко нами другая история так ну что двигаем с вами сторону заселения я уже кстати здесь вот как раз висят награды чайный грех отель чайных воспиталите golden ray но воспитали для типа классную короче отдых с отдыхом связано трепком и так далее категория отеля у нас здесь вот такие лифты кассики кнопки ганский не промахнешься здесь заселение происходит не на первом этаже как только зашли а на втором и так в этой части у нас получается ресепшн смотрите какой простор объем вот здесь происходит check-in ну или check out это на второй этаж здесь же находится лобби-бар здесь есть напитки можно пожалуйста сразу налить себе кстати пока наливаю видите такой довольно счастливый приехал с лечения китайского выпуск уже есть на канале так что можете потом перейти посмотреть но мы продолжаем нашу экскурсию по отелю лобби-бар где можно что-то посидеть и заказать коктейлей вот этой части тоже представлены напитки очень все смотрите как сделано красиво без каких-то острых углов мне это очень нравится до закругленную такой дизайн и здесь что еще примечательно гармонично сделано детская то есть взрослые могут спокойненько себе посидеть пообщаться одеть и здесь поразвлекаться посмотреть мультфильмы посидеть за маленькими столиками тоже что-то перекусить поесть и так далее вот что мне нравится в азиатах они в основном делают все как-то гармонично это очень классно не везде так далеко есть и даже конечно в азиатских отелях но черта такая есть я уже в окошко что-то приглядел так в этой части у нас понимаю конференц-зал до красота поэтому если у вас может какое-то мероприятие запланировано деловое пожалуйста все можно сделать так в окошко я вижу а это парк на свет на парк сети вчера здесь ходил здесь еще была к это работа велась а сейчас уже смотрите в общем-то все завершили красочно ярко вид такой из окошечка напомню что мы находимся в центре рядом с нами парк мы прям на первой линии так что это центровой отель ну если прям смотреть в целом в целом до духа и это прям на центр центр вот in time еще рядышком и это это прям два центровых отеля посредине находящийся с выходом на первую линию так пойдемте посмотрим что в той части потом забежим номера потом забежим с вами в бассейн и не забудьте подписаться на канал да и друзья вот здесь у меня qr-код я соответственно вас приглашаю в свой телеграм-канал где рассказываю различные интересные советы подкаст делюсь советами оперативными новостями в сфере туризма обязательно подпишитесь пока мы идем до следующей локации а у нас их тут 2 итак первая локация у нас как я понимаю здесь у нас ресторан но он пока закрыт я наверное проберусь туда чтобы вам показать пока гостей нет посмотрите просторный большой ресторан ну да он пока без света без еды кстати насколько я знаю здесь можно приобретать и в том числе ужину не только завтраки но завтрак проходит здесь я обязательно вам скоро покажу так мы заселились после двух часов у нас еще сами завтрак конечно же не наступил ну я думаю уже все в общем то понятно много достаточно столов это означает что ассортимент еды будет достаточно тоже большой тоже витязь просматривается везде такой морской стиль тарелочки все такое закругленное класс класс да хвалю хвалю все отели но сразу скажу что мне за отели никто не платит я их бронирую сам за собственный счет приезжая сюда проверяю ко мне нет никаких вопросов они все равно ничего не понимаю что делаю а моя задача показать вам полноценный честный правильный обзор чтобы вы поняли что это за отель если хороший значит хороший если какие-то есть нюансы обращаем нюансы я так делаю всегда и какой-то момент и хотел чтобы меня звали еще что-то а потом подумал то не сильно свяжут руки и не стал даже на этой истории настаивать она очень трудоемкая а смысла в этом нет потому что ты пришел отеля он не очень а тебе нужно показать ты же не можешь как бы сказать как бы вроде камильфо а так и могу делать что хочу поэтому буду продолжать друзья в том же духе и так у нас с вами вот такой забавный персонаж здесь у нас так понимаю тоже какой-то зал а здесь у нас уборные так и мы выходим на радужный мост не знаю как он раньше назывался но он точно был не радужный поэтому пойдемте посмотрим так у нас тут вот под ресторан это самовар вот так называют так радужный мост открыт так ну раз мы пошли по радужному мосту давайте на сразу дойдем до пляжа а потом уже вернемся пойдем смотреть номера и еще локации внутри отеля да прикольно здесь просто богах то мостик я увидел ну все было правда ну прям не очень не очень а сейчас очень даже все красиво мило ярко и красочно эскалаторы которые наступаешь он сразу едет да да отлично здесь у нас смотрите вход по карточкам раньше мне кажется кто-то здесь стоял контролировал а теперь просто карточку прислонил и пошел так прикладываем карточку ворота открыты и обратно тем же путем карточку чик и пошли обратно так двигаем с вами в сторону пляжа а собственно двигать здесь не так уж и долго мы уже вот позади нас отель перл ривергарден где кстати по моему раньше на английском было написано сейчас только на китайском смотрите там стоит мужчина труселях наверху знаете почему уж там тоже бассейн есть два бассейна на третьем этаже и на девятом этаже ну собственно так и было но они сильно апгрейдились так здесь у нас продолжается небольшая реконструкция скоро то все закончат мы выходим центральную часть что здесь классно вот хотел как раз первую линию она вот она первая линия и здесь в чем еще плюс смотрите огороженный свой соответственно сразу участок морской поясню в чем нюанс про огороженность и сразу же вопрос про шезлонги смотрите как мы видим шезлонгов нет вот это вся береговая линия друзья она принадлежит государству то есть она муниципальная поэтому здесь нет как таковых шезлонгов для того чтобы вы могли спокойно дыхать рядами как в турции да но тем не менее вот такие шезлонги у нас представлены они сейчас я уточню от кого или они просто платные или от отеля сейчас момент мы быстренько проясним но по моему их установили совсем недавно я вчера еще не помню может они были не обратил внимание так это платные шезлонги и они соответственно относятся не к отелю вот поэтому за них надо будет заплатить если вы хотите под ним лежать но опять же они размещены так что и не совсем-то и близко к пляжу до пляжа еще немножко надо прогуляться поэтому многие просто берут с собой какие-нибудь лежаки полотенчика и все в этом духе и просто самостоятельно размещаются китайцы в основном здесь ножки мочат они же плавать не умеет и вот к чему вопрос от их буйков вот там за буйками плавать не получится здесь есть писатели спасатели которые будут кричать вот они свистеть и все в этом духе если вы заплывете за буйки почему потому что друзья китайцы в основной своей массе плавать не умеет и с ними случаев вот так поэтому они даже с кругами приезжают взрослые здесь купаются море здесь всегда чистое классная потому что многие вам спрашивали грязно не грязно на хайна не все эко поэтому никакой грязи бутылок вони мусора здесь на пляже конечно же нет все очень чисто культурно как положено сейчас нас немножко облачка конечно картинка могла быть поярче но я думаю в принципе вы уже поняли вот он наш отель для ориентира вот у нас там стоит я вам показываю где корона и вот отель harman все вместе вот это вот все вместе отель harman здесь у нас за ним сразу же вот там она нас торговый центр это да духа и вот где много кустов это наш парк ну и вот наш отель per river garden мы с вами сейчас возвращаемся у нас как вы помните номера и бассейны бассейны точно вот у нас еще с вами по программе надо посмотреть еще дополнительные какие-то штуки я видел там есть спа и меня спрашивали остался ли здесь медицинский центр сейчас мы этот вопрос выясним потому что многие как раз приезжаю для того чтобы лечиться прям сразу в отеле в отелях расположены как раз частные центры частные клиники для кого-то это тоже очень удобно и дополнительный плюс бронирование данного отеля пойдем с вами обратно тем же путем зашли мы сам отель одной стороны а возвращаться будем тем же путем так пойдем на эскалаторе не будем бить ноги и так хватает грится разминки классная вот знаете приходишь в отеле да смотришь все-таки 5 она все понятно а тут прям очень приятно удивляешься очень-очень друзья давайте мы сейчас с вами сразу сбегаем в номер я вам покажу как там все выглядит и продолжим изучать территорию так ну что у нас номер по программе будем заселяться мой номер я уже если честно в очередной раз приятно удивлен это совершенно не тот отель в котором я был когда-то много лет назад посмотрите этот ремонт этот дизайн все вот таком морском стиле как вы видели да чешуя морской стиль первый ривергарден хотя это река жемчужная но тем не менее все-таки элементы воды здесь очень много представлены я если честно под шоке легком и я специально взял кстати друзья забронировал себе вид на море я вот чемоданчик свой же сюда поднес и сейчас вместе с вами будут смотреть этот номер мне хочется передать тоже свои первые эмоции и самому впечатлиться так карточку куда-куда-куда вот сюда заходим друзья даже карточка стоит свет включен вау друзья я если честно в шоке первый ривергарден совсем не тот совсем не тот так это у нас здесь душевая здесь туалет это раковина кстати как в хармони тоже ну вообще китайцев есть такая тема когда они делают открытые раковины шкафчик даже зонтик друзья смотри это 4 звезды друзья 4 звезды халат тапочки но слушайте это намного лучше чем есть это что за чудо даже кофемашина стоит и капсулы лежат и водичка и чайник огромная king-size кровать здесь понятно уже все по-модному смотрите подошел свет включился слушайте ну вообще неожиданно приятно я вообще если честно еще люблю такой стиль современные кондиционирование слушайте кайф не очень нравится на самом здесь размещение деле на трех человек не предусмотрено я смотрел можно ли здесь больше заместиться но здесь надо либо семейные номера брать либо два ну что смотрим наш вид он бакончик то все свеженькая так открывается сушилка сразу здесь такой диванчик и вот наш панорамный вид на море друзья я очень удивлен все поменялось я был здесь здесь было просто так грустно а сейчас просто здесь класс кайф я приятно удивлен друзья и не пожалел что забронировать отель хотя он стоил не так скажем бюджетника сутки не обошлись данном номере 10 тысяч по 200 рублей не ошибаюсь копейками да ну вот я очень рад это правда классный уровень классные номера ну и конечно же здесь он первую линию занимает отель как вы поняли да то есть сразу вот выходите здесь немножко сейчас как раз ремонт идет я вам показывал своем обзоре духа я но здесь все закончится в принципе визуально отсюда даже это и не видно выходим сразу пляж сразу своя зона для купания ну понятно шезлонгов как говорил здесь их нету слушайте . крутой номер . той номер давайте еще раз глянем я не ожидал все естественно новая свежая чистенькая кайф красота люблю когда номера новые вот такие еще и стильные ну к я кстати думаю что похоже как будто на яхте да есть что-то такое как будто мы с вами на яхте такие углы везде скругленный холодильничек даже напитки друзья стоят смотрите ну вообще ну удивили так что у нас сланцы пожалуйста пользуйтесь тапочки пожалуйста пользуйтесь сейф это все конечно есть да да уж это я даже нужно думала здесь тоже что-то удивительное будет вот душ понятно из двух частей стоит ну что очень доволен своим номером очень я думаю вы тоже приятно удивлены кто здесь раньше был я думаю вы этого не ожидали так что идем смотреть дальше территорию отеля здесь очень много еще других приятных новых мест это вот здесь так сейчас узнаю а я понял здесь у нас вот такие вот локации вот такой вот приватный скажем ресторан вы можете своей семьей здесь находиться и все будет только для вас ну это кстати в китайском стиле смотрите даже уборная здесь своя кто-то сид отдыхает и кушает общается прикольно прикольно так мы с вами пришли в часть спа номера мы с вами посмотрели теперь нас интересует релакс мы идем смотреть что здесь у нас друзья представлено здесь раз те покажите пожалуйста спа что есть да покажите пожалуйста так здесь у нас понятно мы работаем на какой-то косметики ну я такие бренды не знаю друзья думаю может вы знаете понять так что здесь у нас с вами есть естественно комнаты для спа массажа я видел прось да сейчас мы прось посмотрим там кстати цены в среднем 150 200 и уанин то есть это плюс-минус 3000 рублей ну в общем как во всех странах плюс-минус 50 долларов так здесь у нас тоже представлен кабинет массажа и здесь сауна да прикольно а где он кстати здесь а вот друзья кто-то спрашивал где сад долголетие сказать что он закрыт а он здесь да будет а скоро будет здесь да вот так вот друзья кто меня спрашивал сад долголетие будет также базироваться здесь спа они будут здесь же проводить все эти мероприятия лечебные так что вот вам ответ на ваш вопрос так что у нас дальше одинаковые да то есть много достаточно таких вот комнат для массажа проведения процедур тайски тайские понял а вот комната для тайского массажа понятно так что у нас дальше с вами это понял да 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 класс ну да чтобы прогрелась все с травками все было как классный релакс так супер супер спасибо большое за экскурсию очень красиво все свеженькая классный дизайн так что очень радует что здесь все глобально изменилось вот эти углы скругленные мне очень тоже нравится в этом стиле ну что раз у нас спа изучена мы с вами так не заблудиться бы так идем будет изучена мы с вами двигаемся продолжать наш отдых а продолжать мы отдыхуем где если не на море бассейне двигаемся бассейны это нас третий и девятый этаж друзья на лифте сделано все так что без карточки вы никуда не поедете кроме как на ресепшен это кстати во многих современных отелях так сделано чтобы не было посторонних людей там где отдыхают гости отеля итак мы с вами уже на третьем где нас сейчас встретит 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 бассейн мы выходим здесь также на этом этаже располагаются номера вот эти сразу можно переодеться комната не надо из номера эти давайте еще раз отображу то есть перед выходом бассейн у нас есть ну как переодевалочка такая том числе конечно и туалет не надо там бежать из номера все это делать можно сразу здесь делать выходим и попадаем бассейн а самое главное друзья что я хочу подчеркнуть в китае в отличие от других стран пока он еще не показал бассейн это не угадайте это режим работы бассейны в китае работает до 10 вечера что очень большая редкость во всех других странах например там турция египет все закрывается как только солнце зашло и все здесь до 10 вечера работают бассейны можно плескаться купаться вообще без проблем данный бассейн у нас является детским взрослым в общем семейным да здесь у нас начинается глубина 65 сантиметров всего ну вообще в китае в принципе бассейны не особо глубокие потому что как и говорил в основной своей массе китайцы они не очень плавают поэтому все сделано по максимуму безопасно максимальная глубина бывает на самой глубокой части ну не больше метр сорока как правило ты как красиво да выглядит класс ну и здесь конечно же открывается тоже вид на море он не совсем как бы инфинити бассейн здесь но как тем не менее вид хорошим здесь обращу внимание все закрыто то есть солнце палящее вас не сожгется ли будете находиться здесь в этой части у нас как помимо это такой душ можно его принять необычно да как он работает интересно так зашел что то еще на кнопочку нажать надо точно смотрите рукой приложился и потекла водичка теплая достаточно холодная вот в этой части у нас располагаются номера с видом на море оушен вью когда мы спросили игорь перевели у вас типа шикарный вид на море я говорю ну вроде оушен вью но у них называется как шикарный вид есть вот такая травка искусственный газончик можно погулять побегать детям так что вот такая своя внутренняя территория в отеле тоже есть да ну и пляж тоже как территорию можно считать тоже можно выйти двигаем теперь в бассейн который на самом верху это девятый этаж и посмотрим какой там вид открывается и что там еще интересного есть здесь в этой части а вот эти сад долголетия по поводу спроса на искали сейчас его нету но он здесь будет бухта дуга шар же бичужной реки первый этаж ну это вот в том месте тайский арома массаж китайским шаш лечебный массаж попозже сказали будто мы голукалывание все остальное пока это выглядит в виде спа то есть скажем сад долголетия превратился в спа и находится он и с или с из как удобно спа так у нас здесь понимаю какой-то лайнер ну так играл так иначе государство относится он это типа как вам ходить на самом деле это магазинчик кстати ужины ужины за одним скажу сюда можно приходить с улицы со стороны просто на ужин оплачиваете и ужинаете это вообще не проблема как говорил во всем китае может стать мой обзор под 2 хая как и здесь ходил я об этом тоже еще не один раз вспоминал а по поводу магазинчика он находится здесь поэтому если вы что-то забыли вот он магазинчик может прикупить давайте выйдем территории бассейна ну вот здесь уже бассейн инфинити смотрите сразу оба здесь однозначно infinity почему infinity если кто-то спросит потому что вы вот так ложитесь и у вас видно и море и бассейн то есть из моря плавно перетекает еще раз из бассейна плавно перетекает море поэтому называется инфинити немножко запутался друзья здесь смотрю фотосессии проводит мешать не будем здесь вечерняя можно историю фотосессии устроить в виде ангела так что у нас тут еще есть классного вот такие есть кстати заметили кто со мной за 2 ходил видео вот такие же точности штуки есть в автограф collection вот такая вот территория здесь мне нравится эти вот штучки здесь вечером лампа горит прям прикольно да и мариот далеко-далеко соответственно мы получаем такие же вещи за более выгодную цену и более лучшее местоположение с точки зрения если куда-то надо пойти выйти прогуляться я здесь подошел краю аккуратно прорвался пробрался вот у нас открывается такой панорамный вид это у нас парк с площадью можно здесь спокойно ходить гулять вот на снизу такая часть с уже завершается реконструкция видите там деревья обрабатывают вот все уже почти готова игру вот вчера еще ходил совсем было все развалено уже практически все готово еще немножечко все завершат так что это не волнуйтесь вот наш бассейн на третьем этаже море панорамный вид на ту часть бухты что вам еще отсюда показать чтобы вам было примечательно здесь у нас за углом как говорится находится военная база здесь вот я уже не раз повторил это отель 2 за ним карман рядом с ним ананас в этой части у нас красивая природа горы и кто обратил особое внимание что вообще хайне это очень зеленая история вот мы находимся практически в центре событий центре города это городская все равно среда но посреди какая она зеленая что далеко друзья не везде есть так давайте продолжим изучать наш бассейн 10 лежачки зонтики бассейн их видите тоже не глубокий вот стоит человек там глубина у нас всего лишь один метр смотрел один метр глубина поэтому принципе с детьми тоже чуть побольше можно не прыгать видите 100 сантиметров но спасатели здесь также присутствуют в обязательном порядке так здесь у нас я так понял есть еще бар 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 вестерн ресторан они бар так понимаю здесь проходит или ужина или можно что-то отдельно дозаказать давайте пробежимся посмотрим блин как красиво смотрите красота да да красиво вот первое впечатление красивый элегантный отель стал что было это вообще ну кто не видел и ладно пусть будет сразу хороший вариант так здесь все классно качественно и все готовится к ужину в этой части тоже уже идет раскладка ужину да к ужину драконий глаз все остальное классно здесь будет положить с этим такую историю смотрите они совместили еще один отель я сейчас только до меня дошло санья есть отель конифер оба мы вот мы возле этого бассейна да действительно смотрится даже как-то немножко страшновато да такая гладь и здесь сразу же высокое здание на вид на всю бухту очень круто красиво там тоже инфинити бассейн тоже вид такой вот это кучей что выпадешь туда да там тоже вид открывается на санья и там тоже на крыше проводят ужины всякие вечеринки даже пенные вечеринки коктейльная зона и так далее блин классно классно слушайте все пел river garden меня отель покорил однозначно рекомендую где-то георгий стрела рекомендует как тогда я на храм наклеил наклеечку а георгий travel рекомендует этот отель вот так здесь у нас то части такой будет десертики и двигаем вот в эту сторону здесь все кажется подоставится вечерком будет все в огоньках так как я здесь живу я сегодня все испытаю на себе обязательно отдохнуть-то надо и вот здесь вот нас красотель in time вот нас отель mariotte авторгов коллекшн кстати вот новый отель я вчера когда ходил здесь под удухаю называется а скотт это тоже новый отель рядышком с ним еще вот видите вот этот вот вот этот вот строится вроде как горят совой но не по крыше он напомнил ножка интернет вдруг это их еще один корпус но у них там пляжа нету ну значит будет классный отель будут возить на пляж вот это вот сюда вот ну а так у нас вот это раньше была торговая зона и и немножко все переделывают реконструкция награды сверху не особо заметно вот еще наш вид на бухту ну что друзья двигаем дальше на ужин так карточку не забыли пойдемте покажу ужин буфет если правильно называть я уже как-то говорил есть шведский стол в нашем понимании вообще называется буфет когда у вас все везде лежит и вы спокойно что-то оттуда берете и мы за ним посмотрим как вечерний отель выглядит с подсветочкой там очень красиво друзья пойдем мы с вами на инфинити бассейне только вечерком кстати какая красота а какая красота позади меня вот таких локаций с очень много с этих все красиво и красочно вот такое у нас красивое красочное местечко давайте зайдем посмотрим что здесь есть здесь называется ресторан best ресторан и здесь можно расположиться внутри так и снаружи пойдемте глянем ассортимент еды здесь у нас на входе с вами сразу бар здесь размещены столики и вот там в конце у нас стоит ли да и еще на улице давайте быстренько пробежимся я вам покажу ассортимент сюда вы просто отдельно платите приходите и ужинаете еще разок покажу вам так здесь у нас лапшичка так морепродукты овощи так не день овощи овощи там у нас фрукты режут как здесь у нас а сашими смотрите можно есть от семеножек вкусненько можно все что вам порезали так здесь у нас рыба здесь тоже здесь курица так здесь сосиски и немножко овощей и вот этой части у нас готовят морских чудиков как вы поняли так и пойдемте с вами на улицу друзья здесь тоже еще есть что поесть крабы улитки креветки как мы друзья получается показывать еду уже покрасивее салаты суши и сыр овощи можно фруктиков взять даже есть маракуйя вот различные фрукты ассортимент нормальный вот такие вот ребята у нас тут рыба немножко такого фастфуда чеку пиццы так здесь у нас так понимаю баранина лежит помогутся порежется здесь от ребята все сделать в чем как надо так здесь у нас кокосик и вот такой вот дурианчик и еще есть сок коктейльчики пиво вода так и точнее все здесь можно собрать себе тоже супчик как понимаю мороженое и десертики в общем вот и все но достаточно большой хороший ассортимент а самое главное так здесь атмосферно посмотрите какая красота прям фтп яркая классно мне нравится а вам так не помню сказала нет 298 юаней стоит такой буфет ужин безлимитно то есть на человека конечно зашли оплатили и пожалуйста кушайте сколько хочет любых морепродуктов все остальное отдыхайте любуйтесь этим видом панорамой вот с не ошибаюсь работает 6 до 9 вечера открыто пожалуйста приходите вся информация может дополнительно получить еще и на ресепшене там еще раз проконсультирует ну можете просто прийти все увидите друзья смотрите несмотря на то что здесь все открыто есть вот такая классная штучка во-первых это можно закрыть вот эта часть эти закрывается это зеркало так выезжает и зрели я все одно что это полностью открыто 3 момент смотрите у нас есть такая штука что если вы хотите полностью закрыться у нас выезжает такая шторка по итогу можно полностью закрыть зеркало и закрыть шторку и будет полностью закрытая ванна. Друзья, у нас наступил завтрак, как и обещал вам показать. Завтрак у нас с 7 утра до 10.30. Кстати, можете опять же прийти сюда отдельно, 168 юаней на взрослого, 84 на ребенка. Но у меня завтрак, соответственно, включен и мы просто заходим, как обычно показывая карточку. Даже прикладывают на 3. Так, все, проходим. Кстати, знаете, зачем стоит ростомер? Потому что здесь по росту дети бесплатно в рестораны приходят. То есть, в зависимости от роста, либо ребенок платит, либо платит половину. Вот, либо уже как взрослый. Итак, давайте пробежимся кратенько по ассортименту. Здесь все, смотрите, у нас активно. Здесь у нас такая выпечка. Всевозможная играет музыка. Здесь вафельки пекут. Так, вот в этой части у нас, у нас, у нас, у нас фрукты. Паска мяса. Кстати, завтрак есть такой прям, как я вижу, прикольный. Вот и китайское блюдо, и китайское блюдо есть, и не только. Ну, вот здесь, конечно, все для китайского, как говорится, туриста. Супчики. Супчики на завтрак, конечно, мне кажется, мы не едим. Ну, если вот яйцо жареное. Так, здесь у нас все, что-то, даже пельмени, смотрите, с утра. Так, здесь у нас опять снова супчик. Так, 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 это еще у нас, так, не пойму, это каша, не каша. Ну, это похоже на каши, но не такие, как мы привыкли, да, там сладкие, геркулесы. То есть, такое там какая-то рисовая каша и так далее. Так, вот здесь у нас, так, это мы видим рис, лапша, мясо, капуста, здесь опять же китайское меню. Ну, вот смотрите, так, здесь сосиски, жареный бекон, фасоль, яйцо. Так, и вот в этой части у нас получаются напитки. Здесь есть хлопья, чай, сок, молоко, хлопья и хлеб. В целом, здесь вот такая вот территория, она только, получается, закрытая. Поэтому, в принципе, на завтрак есть все. Ну, конечно, больше половины здесь китайского меню. Почему? Ну, потому что китайцев, конечно, преобладает здесь большее количество, но, тем не менее, есть и более европейское. Когда россиян или русскоязычных будет чуть больше, могут что-то сделать дополнительное, еще выделив до них. Ну, обычно, на самом деле, примерно вот в таком формате, как бы по пропорции, да, что-то, как бы для китайского туриста, гостя, что-то для европейского. Ну, в принципе, и китайцы едят там булочки и все такое. Оно вот так вот здесь и представлено. Ну, и, конечно же, у ресторана есть детская зона, где можно посетить мультики, посмотреть. Вот здесь игрушки, телевизор, маленькие столики, чуть побольше столики. Можно взять стульчики высокие. Так что можно вот здесь, например, взрослым присесть, а малыши будут в отдельной детской кухне завтракать или обедать. Ну, и здесь, смотрите, есть такой детский стол, что сложно назвать детским столом. Здесь, в основном, конечно, конфеты, мармелад, сахар разноцветный. И как его сделать? Например, мы берем с вами вот такую штучку, засыпаем вот сюда. И, смотрите, у нас уже пошла вот такая вот жара, как говорится, да. Вот такая у нас получилась голубая вата. Так что дети будут довольны и полезным. Вы их ни с чем не накормите, как говорится, здесь. Друзья, я собрал для себя такой, скажем, английский завтрак. Может быть, это увидел только одни китайские блюда. Вот яйцо, фасоль, салат, мясо, сосиски. Так, это сахарная вата. Драгоний глаз. Арбузик. И круассан с кексиком. Сок. И чай. Так что все есть. Здесь у нас есть по приборам и вилки, и ложки. Кстати, да, вот многие могут спросить, а чем есть. Тут же, наверное, везде палочки. Нет, палочки есть. Если нужно, пожалуйста. И, кстати, для вас это будет неким дополнительным, скажем, челленджем. Попробовать научиться получше есть палочками. Пробовать разную, соответственно, еду, все что угодно, есть палочками. И тогда, не всегда это получается, да, поелся фрукты, взять, не огромные, не всегда получается, но можно. Так что тренируйтесь. Приятного аппетита. И двигаемся дальше с вами. Ну что, дорогие друзья, вот в этой прекрасной, красивейшей, не побоюсь этого слова, части отеля Пилл Ривергарден, я готов вам сделать свое резюме по данному отелю. Первое. Это отель не совершенно, совершенно, друзья, не тот, который был до пандемии. Полностью все отремонтировано, полностью все переделано. Это совершенно другой отель, только название осталось прежним. Второй момент, который я хочу отметить, это, конечно же, новизна. То есть, все новое и свежее, как бы, с добавок тому, что полностью переделан стиль, дизайн и все остальное. Следующий момент, который я хотел дополнительно отметить, это, конечно же, его местоположение. Оно очень удобное, очень гармоничное. Первая линия, сразу вы ходите. И в том числе, у вас сразу рядышком город. Вы везде можете походить, погулять и так далее. Следующий момент, это стоимость. Все-таки, я сначала подумал, что он стоит чуть дороже, но все-таки стоимость данного отеля вполне приемлемая. И я бы за это сильно бы не переживал. Потому что за более высокую цену можно получить отели чуть дальше, но не означает, что они будут прям глобально лучше. Здесь, как вы видите, прошло сочетание многих других отелей. И Infinity Bassain, и Первая линия, и есть своя территория, и все новое свежее. Ой-ой-ой, лед упал у человека. Поэтому, друзья, рекомендую данный отель. Все цены есть у меня ниже по ссылочке, как готовых туров с перелетом. Также и просто отдельно можно забронировать отель. Если нужна какая-то консультация, пишите там же, по ссылочке по WhatsApp. Не забывайте, что у меня есть Telegram-канал, в котором я рассказываю, делюсь полезными, интересными новостями. В формате подкаста рассказываю или просто пишу текстовые сообщения. И увидимся с вами в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Травел. Пока. Ну что, друзья, я выезжаю из отеля Пер Ривергарден, а вы смотрите выпуски дальше. Я двигаюсь в следующую бухту. Она малоизвестна для наших российских туристов. Это бухта Хайтенбей, где находятся классные, роскошные, респектабельные отели. Поехали вместе со мной. Смотрите следующие выпуски. Это Павел Георгиев, компания Георгиев Травел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова